В пятницу у Ивановского аэропорта встречали гостей. Руководители авиакомпании Red Wings на одном из своих самолетов приземлились точно в назначенное время. Цель визита – обсудить с губернатором возможность сотрудничества и организации воздушного сообщения из аэропорта Иваново. Мы расширяем сейчас свой самолетный парк. У нас приходят, пополняются самолеты Сухой Суперджет. И это прежде всего региональный самолет. И Иваново нам интересен как одна из точек полетов. Самолет Сухой Суперджет-100. Именно он, если стороны договорятся, будет осуществлять авиаперевозки. Самолет имеет двуклассную компоновку мест. 8 в бизнес-классе, 85 в экономическом. Суперджет работает на стыке региональных и магистральных перевозок. Этот самолет универсален. Как региональный, чисто региональный самолет, он хорошо работает там, где существуют субсидии в настоящий момент. Там, где он поддерживается постановлением правительства на 12-42. Когда частично субсидируются эти перевозки. Там он работает очень эффективно. На совещании руководства авиакомпании с губернатором региона обсуждали возможность организации субсидируемых регулярных полетов из Иваново в Москву и Санкт-Петербург. Согласно предложению авиаперевозчика, можно организовать по три рейса в неделю, туда и обратно. Стоимость билета эконом-класса в столицу составит 2,5 тысячи рублей. В Санкт-Петербург – 3,5 тысячи. Планируется также организовать два сезонных рейса в летнее время – в Сочи и Симферополь. Перелет на юг будет стоить порядка 5 тысяч рублей. Правда, пока остаются вопросы. Авиаперевозки в Иванове не столь востребованы. Есть вероятность, что 93-х местные суперджеты будут летать полупустыми. Статистика говорит, что примерно 30-40 пассажиров, заполненность московских, скажем, рейсов. Мы с коллегами этот вопрос обсудили. Вообще, мировая практика, 70-процентная загрузка считается практически идеальной. С учетом стыковочных рейсов, они готовы сегодня начать с этой загрузки. Но еще раз повторю, это вопрос, который потребует дальнейшего изучения и могут корректировки в ходе работы. Опасения есть всегда, особенно в это тяжелое кризисное время. Но мы будем стараться заполнить наши самолеты. Пока авиакомпании это удается. В ноябре, например, ожидается важное событие – регистрация миллионного в 2015 году пассажира. Такого в 15-летней истории компании еще не было. И все это в кризисные времена. Так что на сотрудничество с нашим аэропортом руководство авиакомпании смотрит с оптимизмом. Возможно, на красных крыльях ивановцы начнут летать уже в 2016 году. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...